Мы все приходим к Богу из-за того, что знакомимся с Иисусом. Мы знаем, в Библии много есть историй, когда люди встречались с Иисусом и их жизни поменялись. И что уж далеко ходить, Евангелие от Матфея 18 глава в 11 стихе написано, что ибо Сын Человеческий пришел для того, чтобы спасти все потерянное. Аминь, Церковь! Иисус для этого и пришел, чтобы нас найти. И это первое знакомство, оно на самом деле завораживает. Мы открываем в нем любовь, открываем в нем прощение, которое превыше нашего понимания. И чудеса происходят в нашей жизни. Но, наверное, не хватит одной проповеди, потому что в любом случае каждая проповедь про чудеса, которые Бог делает в жизни человека. И чудеса разные, начиная от самого простого, я называю это транспортное чудо. Когда ты помолился за автобус, и он пришел, не важно, что другой номер, надо было более конкретно молиться. И заканчивая невероятным исцелением, для многих из нас это действительно удивительно, столкнуться с таким событием в жизни. Для меня лично, многие знают, что я 30 лет жил с очками, вот с такими диоптриями. И что-то особенное на 10 лет произошло в моей жизни. Плюс к этому новые отношения, которые становятся только крепче с каждым годом. Вот здесь пункт про мою жену хотел отметить. И еще много-много-много еще чего другого. Но со временем, узнавая друг друга ближе, нам не все нравится. Или то, как мы себе сначала это все представляли. Как раз происходящее событие в моей жизни и жизни моих близких подтолкнуло меня заново познакомиться, или, как я назвал сегодняшнюю проповедь, встретиться с Иисусом. И это не произошло вчера. Большой процесс, которым я готов поделиться с вами сегодня, то есть это работа, ну, годы. Какие-то выводы я сделал, для меня стало более понятно. Над какими-то выводами я еще работаю. Я на самом деле только две недели назад закончил эту проповедь, но, как вы знаете, спасибо Коле, он меня подстраховал, я заболел в этот день. Я рассматриваю это только так, что Бог сказал, ну, давай еще пару недель подумаем над этим вопросом. Я подумал и хочу представить вам сегодня мою проповедь, которая называется Иисус, которого я не знал. Знаете, это вот как бы реальная скульптура, это невыданная личность. Вот такого веселого Иисуса, наверное, вы никогда еще и не видели. И, честно сказать, у каждого из нас есть разная картинка Иисуса. Может быть, для кого-то это даже немножко шокирует увидеть вот такого Иисуса. Но поверьте мне, сегодня то, о чем мы будем говорить, как раз коснется того, что мы не всегда знаем того Иисуса, который пришел в нашу жизнь. Интересно, что совсем недавно я узнал, что у Филиппа Янси, это известный христианский писатель, есть книга, которая так и называется, Иисус, которого я не знал. Но это совсем другая история. Я хотел с вами сегодня поговорить на три очень важные темы, что касается, мне кажется, каждого. Первое – это отношение с людьми, здоровье и успех. Мне кажется, особенно, когда мы проходим трудное время, мы становимся взрослее, эти вещи нас очень сильно трогают. Давайте по порядку. Я был воспитан и взрослым на вот примерно такой фотографии, которую сейчас хочу показать вам. Видно там в задних рядах? Закат, стоит такая красивая семья, родственники, это очевидно. То есть, если вы поближе посмотрите, они там какие-то люди похожи друг на друга. И в моем миросоздании, мироощущении, мое будущее, оно было похоже на вот эту картинку. Когда вся семья собралась вместе, мы все ученики, дети, родители, внуки, вся семья служит Богу, и даже все в белые оделись, как в откровениях. Но давайте, как я хочу спросить, узнаете, что это за семья? Кто это? Без очков кто-то не знает. Кто-то может сказать, ну, это вот этот, как его, Гордон и его брат Фергюсон, да? Не старайтесь на самом деле, потому что я взял эту фотку из интернета, чтобы не вызывать ассоциаций. Потому что в жизни, в жизни по-разному бывает. И в принципе, я имею в виду нашу семью, мы шаг за шагом, кто нас знает, двигались вот именно в этом направлении. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Когда наши близкие начинают проходить через сомнения и промахи, это как-то, знаете, разрушает вот ту идеальную картинку, которую я себе нарисовал, ну, вот, наверное, в начале моего христианства. Хочется спросить Иисуса, тот, который меня позвал вот в эту историю, где и что пошло не так? Куда я смотрел, чтобы какие-то вещи начали происходить? Не то, что мне хотелось. Куда ты, в конце концов, смотрел? Почему в моей жизни подобные вещи могут происходить? И вот тут, когда мы начинаем задавать такие вопросы в нашей жизни, мы заново знакомимся с Иисусом. Давайте посмотрим один отрывок, я считаю его ключевым в нашем сегодняшнем размышлении. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, с 32 по 38 стих. Здесь написано. «Каждого, кто признает Меня перед людьми, это говорит Иисус, и Я признаю перед Моим Небесным Отцом. А если кто отречется от Меня перед людьми, оттого и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом. Не думайте, что Я пришел с тем, чтобы принести на землю мир. Я пришел не с миром, а с мечом, ибо Я пришел, чтобы сын обратился против отца, дочь против матери, невестка против свекрови. Худшими врагами человеку станут его домашние. Тот, кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, не достоин Меня. Тот, кто любит своего сына или дочь больше, чем Меня, не достоин Меня. Тот, кто не примет свой крест и не последует за Мной, не достоин Меня». Интересные слова. Согласитесь, да? Иисус пришел не только всех спасти, как мы только что с вами читали, но Он здесь говорит конкретно. И то, что мы читаем здесь, написано. «Чтобы» и так далее. «Да, возможно, до такой степени вам не довелось дойти в отношениях с вашими домашними, но вдруг вы понимаете, что вы как будто не движетесь в унисон. Иисус, я думал, это происходит, когда мы только приходим к Богу. Я Ему задавал этот вопрос. Начинаем свой путь. Именно тогда, как бы, когда твоя жизнь меняется, когда ты встаешь на путь за Иисусом, и вот в этот момент твоими врагами могут стать домашние, когда есть гонение и непонимание со стороны близких. Но потом-то должно быть только все лучше и лучше, потому что жизнь с Иисусом, она преображает, как мы все знаем. И получается, что нет. Жизнь это показывает, что не всегда так бывает. Никто не гарантирует мне движение на небеса по восходящей, что вот с каждым годом становится все лучше и лучше. И здесь не только вина обстоятельств, в которые мы с вами попадаем. Я помню, когда у нас состоялся разговор с одним из наших старших детей, что мои действия, мои как отца, обращение его в веру или ее, я не хочу акцентировать конкретно, о ком идет речь, расценилось, как у меня не было выбора. Папа, у меня не было выбора. Мне было не очень приятно это слышать, но я очень рад, что уровень открытости и доверие позволяет нам говорить с нашими старшими детьми на такие темы. Да, каждый вправе делать выводы. И не все идеи, которые приходят к нам, от тех людей, которые нам дороги, нам понравятся и вообще должны нравиться. Но со временем, как жизнь показывает, вещи меняются. Они могут меняться то в одну сторону, могут меняться то в другую сторону. Мне до сих пор сложно согласиться с такой оценкой, но факт остается фактом. Что-то пошло не так. Не так, как я себе нафантазировал. Мне очень жаль, что я не смог сделать все идеально, так, как хотелось моим детям. Но я старался быть лучшим папой, который как мог и как умел. В такой ситуации легко разочароваться, потому что мы очень любим своих близких и хотим, чтобы им было хорошо и особенно хорошо с нами. Вопрос. Как далеко мы зайдем, желая угодить людям, но не Богу? Интересно, что Иисус, которого я не знал, сказал мне, «Не думайте, что я пришел с тем, чтобы принести на землю мир. Тот, кто любит своего отца или мать больше, чем меня, не достоин меня. Тот, кто любит своего сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня». Нам всегда приходится выбирать. Слава Богу, что Бог создал нас со свободой выбора. И вопрос, «Кого я люблю больше?», он на самом деле очень актуален в нашей жизни. Он всегда стоит. «Кого я люблю больше?» «С кем я хочу быть больше?» «Того я буду слушать больше?» Это то, о чем Иисус говорит нам сейчас. В конце концов, мы все как бы хорошо не относились друг к другу или желали друг другу добра и спасения, будем отвечать только за свои отношения с Богом. Потому что то, что люди вокруг нас, они, конечно, на нас влияют. Но то, что у нас с Богом, это зависит только от нас. Нам часто хочется на кого-то опереться. Мы думаем, ну как же вот он? Или как же вот она? Но вот почему ему можно, а мне нельзя? И так далее. Даже Петр, которого Иисус назвал скалой, то есть он как бы не случайно его назвал, тоже хотел на кого-то опереться. Давайте вспомним. Вот это последний, один из последних разговоров Иисуса с Петром в Евангелии от Иоанна, 21 глава, с 21 по 22 стих. Там написано, Петр, увидев его, сказал Иисусу. То есть здесь идет речь о том, что Иисус сказал что-то об Иоанне, и когда Петр, вот речь шла об Иоанне, Петр спросил Иисуса, Господи, а что будет с ним? Иисус сказал ему, может быть, я хочу, чтобы он жил до тех пор, пока я не приду. Так что тебе до этого? Ты следуй за мной. Что тебе до этого? Ты следуй за мной. Эта фраза, она как кол стоит в моей голове, и от нее никуда не спрячешься и не объедешь. Знаете, как в старое время в России или на Руси в деревнях строили храмы на возвышенности, чтобы с любой точки вот этот крест, его было видно, куда бы ты ни поехал. Точно так же этот вопрос осветил и Иеремии пророк. То есть это не новая идея, которая к нам пришла из Нового Завета. В Иеремии 17 глава 5 стихе написано, Господь говорит, беда случится с людьми, которые верят лишь другим людям и делают их своей опорой, ибо они перестали верить в Бога. И еще одна история меня очень поддержала. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, 31 стих. И сказал тогда Иисус, вы все отречетесь от меня сегодня ночью, ибо записано, порожу пастыря, и овст из сада рассеется. Здесь речь идет о вот этот разговор с учениками перед тем, как Иисусу пришлось пить вот эту чашу страданий. И Он их предупреждал, что вы все от меня отречетесь. Может, вы подумали, ну, что вот здесь поддерживающие, зачем ты, Слава, это нам читаешь, чем же тебя это поддержало? Вы все отречетесь от меня. А что нового происходит под небом? Разве вы не видели людей, которые горели для Бога, и вдруг в какой-то момент Он оставил этот путь, последовал другим путем? Интересно, что в ситуации с учениками Иисуса так и произошло. Ученики отреклись от Него. Тот человек, которого Иисус назвал скалой, тот, которому Он обещал дать ключи от Царства, Он трижды отрекся от Него. Публично. И слава Богу, что эта история есть в Библии для нас. Даже те, кто готов был пойти за Ним на смерть, и они не раз об этом говорили. Если те, кто был с Ним и знал Его лично три года, спал, ел с Ним, делил все, видел все эти чудеса, которые Иисус творил, так поступили, то что удивляться, то что мы, которые его до конца не знаем, испытываем в своей жизни трудности в вере. Вы все отречетесь. Еще раз хочу сказать, все. У каждого будет такой момент без исключения. У вас и у меня. А может, он уже и был, когда мы проходили через это трудное время своей жизни. Но все не было бы так грустно, если бы мы не знали конец истории. Тем же приничательно притча о блудном сыне. Если вы никогда не читали ее, обязательно найдите ее в Библии и прочитайте. Она очень поддерживающая. Так вот, если бы история с блудным сыном закончилась на его глубоком падении, вот просто вот там, когда он прогулял все имущество, которое было доверено ему отцом и вот жил как бы внизу вот этой жизненной лестницы, на дне, если так можно сказать, то был бы смысл разочароваться, зная эту историю, как она закончилась. Но мы знаем то, что будет в конце, когда он вернулся, когда он раскаялся и когда отец принял его. И даже самый плохой, как нам кажется, процесс может обернуться невероятным праздником и победой. В этом есть огромная поддержка. Пока мы с вами можем сказать еще сегодня, пока этот мир существует, у каждого из нас есть надежда. Если ты сейчас проходишь через испытания, если эти испытания только ждут тебя в будущем, у каждого человека, есть надежда. И не удивляйся, что в какой-то момент тебе приходится быть предателем, потому что мы те, кто мы есть. Возможно, после таких откровений остальные вещи вам покажутся, ну, честно сказать, мелковатыми, но я вам хочу сказать, дьявол на самом деле кроется в деталях. В любом явлении есть малозаметные составляющие, которые, тем не менее, сильно влияют на суть. Давайте поговорим по поводу здоровья. У меня были разные времена, хочу вам признаться, когда я думал, что я вечный. Я помню, когда мы жили в Екатеринбурге, холодными зимними вечерами, я мог сделать себе вот такие два больших жирных гамбургера и съесть их за вечер перед сном и запить их двумя литрами известной марки газировки. сегодня, когда я говорю эти слова, у меня буквально желудок сводит от такой картины. Мне хочется задать вопрос, когда я вот думал над этой темой, Иисус, почему я, будучи дитя царя, с годами не становлюсь здоровее, чтобы в конце концов лечь в могилу в сиянии славы моего здоровья. Или представим такую картину, лежит такой в гробу и люди говорят, посмотри, какой здоровый румянец на его щеках. Я понимаю, что это перебор, но если серьезно, то я знал Иисуса, который вдохновил апостола Павла вот на такие слова. Посмотрите, филиппийцам 4, 13. Все, могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Как классно звучит это, согласитесь, да? Обычно такие фразы мы встречаем на каких-то мотивационных плакатах, на открытках, на статусах в соцсетях, в общем, оно того стоит. Но мы знаем, что Библия стоит не только из-за этого отрывка. Так почему же я в укрепляющем меня Иисусе Христе уже не все могу? Я задал себе такой вопрос. Я не могу как у горелой гоняться целый день, чтобы на следующий день точно так же встать и так же как у горелой снова гоняться. Я не могу и вам честно признаюсь, не могу, уже не могу легко проглотить обиду и продолжать общаться с человеком, как ни в чем не бывало. А про свои болячки я даже не хочу вспоминать, иначе мы с вами войдем в резонанс сейчас и нас всех унесет. Что касается здоровья, хочу вас поддержать, так как меня моя жена обычно поддержит. что она говорит, если у тебя каждый день болит что-то новое, значит ты здоров. Я думаю, молодежь сидит сейчас и думает, ну вот, начались эти старческие сопли. Хочу обратиться к вам, молодежь. Ну, в общем, надо как-то к вам обратиться. Ну, или к тем, кто думает, что он еще молодежь. Я знал, я вам честно скажу, я знал такого Иисуса, который вдохновлял современных учеников делиться верой, своей верой, на улице или где бы то ни было, по сто человек каждый день. Я знал такого Иисуса. Я знал такого Иисуса, который вдохновлял смело проповедовать в публичных местах, что бы это ни было, используя любую возможность. Я знал такого Иисуса, который вдохновлял поститься неделями, желая понять волю Бога для своей и даже чужой жизни. Я знал такого Иисуса, который вдохновлял быть преданным не только собранию, но и каждый день, каждый день искать наставления. Искать наставления. Я знал такого Иисуса, который вдохновлял совершать смелые шаги веры. Молодежь, а вы знаете такого Иисуса? Может, вы даже такого Иисуса не знаете? Я думаю, в жизни апостола Павла был момент, когда он открыл для себя не только могу, все могу выкрепляющий меня Иисусе, открыл Иисуса, которого он не знал. Давайте откроем 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих. Есть тому свидетельство. И так как откровения мне были даны необыкновенные, говорит апостол Павел, то посланным было мне жало в плоть мою, послан был слуга сатаны терзать меня, дабы я не вознесся чрезмерно. Я трижды молил Господа о том, чтобы страдание покинуло меня, и слуга сатаны оставил меня в покое, но он сказал мне, благодати моей должно быть достаточно для тебя, ибо сила моя крепче всего, когда ты слаб. И потому с радостью великой я хвастаюсь своей слабостью, ибо сила Христова пребывала во мне. Я вполне удовлетворен слабостью своей, доволен оскорблениями, невзгодами, преследованиями, всеми трудностями во имя Христова, ибо когда я немощен, тогда и силен. Знаете, мне мой жизненный опыт говорит, что вместе с благословением обычно приходят и испытания. Не хватает одного раза, как здесь Павел делился, чтобы помолиться, чтобы не дух тебя оставил. Некоторые до сих пор продолжают молиться об этом, и не видно конца и края. Так бывает. Но вывод, который он делает, удивительный, что при наших слабостях силы Господня крепче. Когда ты сам можешь все преодолеть, тогда где место Богу? Но когда ты осознаешь свою немощь и все же продолжаешь верить, Бог проявляет свою силу. И в заключительный момент, давайте немножко поговорим об успехе. Я вам приведу два моих любимых отрывка из Нового и Ветхого Завета, которыми я жил и продолжаю, честно сказать, жить по сегодняшний день. Притча 16, глава 3, стих написано «Во всех делах твоих обращайся за помощью Господу, и тогда тебя, тебя ждет успех». И 1 Тимофея 4, 15, здесь написано «Продолжай посвящать этому все внимание, полностью отдайся этому, чтобы твои успехи были для всех очевидны». Как я сказал, в этой парадигме я живу много лет. Вместе с этим, смотря на жизнь свою и преданных Божьих людей, я не могу сказать, что есть прямая зависимость между преданностью Господу и успеху в обычном его понимании. Да, если посмотреть на плоды жизни Иисуса, не все можно назвать успехом с точки зрения этого мира, хотя он всецело, он-то всецело полагался на Господа. Когда его били, когда его оскорбляли, когда ему не верили, когда его обвиняние во лжи несправедливо, когда его оставили, когда его предали и в конце концов убили, позорно распяв на кресте среди разбойников. Может, я что-то не понимаю об успехе, я подумал. Может, я знаю не того Иисуса. А как бы вы ответили на этот вопрос? Хороший момент подумать. Каждому нужно приобрести свои личные убеждения. Я искал ответ на этот вопрос, и вот, что я нашел в Писании. Евангелие Таана, 12 глава с 23 по 24 стих. Иисус ответил им, своим ученикам, настало время для Сына Человеческого принять славу Божью. Истинно говорю, если зерно пшеницы не упадет на землю и не умрет, то оно останется одно, а если упадет на землю и умрет, то оно принесет множество зерен. успех, вот это, знаете, как успешный успех, то, к чему многие люди сейчас стремятся, все это важные вещи, это часть нашей жизни, но они не главные, поверьте мне, они не главные. Слава для Иисуса была в том, и его успех, как он на это смотрел, чтобы как можно больше людей обрели веру в Бога, он видел в этом смысл. И тогда успех, какого бы знака он ни был, минус или плюс, будет оказывать влияние на людей, потому что Сын человеческий пришел для того, чтобы спасти все потерянное. Давайте мы с вами подведем итог. на самом деле есть еще много вещей, о которых можно поговорить и возможно вам нужно открыть того Иисуса, которого может быть вы еще не знали. Но то, чему я учился здесь. Первое, когда ты проходишь испытания, вспомни слова Иисуса, что тебе до этого? Ты следуй за мной. Второе, при наших слабостях сила Господня крепче. И третье, слава и успех для Иисуса были в том, чтобы как можно больше людей обрели веру в Богу. И не важно, было ли это потеря или это было приобретение. Такого Иисуса я не знал до последнего времени. Хочется, чтобы вы с Ним тоже познакомились. Спасибо большое, пусть слава будет Богу. Редактор субтитров